А по общим ощущениям Кипр, он где-то впереди, будущее или это прошлое? О, еще моя ассоциация. Мне показалось, когда я поняла, когда я уже стала разбираться в этой стране и в людях, мне вдруг показалось, что они застряли где-то в 80-х годах. Вот что это? Может быть у них будет старт такой большой, может быть когда их объявят в 2017 году культурные столицы Европы, и они как бы замахнут куда-нибудь там вдаль светлую, непонятно, да нет. Но на самом деле они такие люди, может быть неторопливость их, она привела к тому, что мы давно-давно-давно уже куда-то там где-то бежим, и уже где-то даже цикличность какая-то нарушена, мы уже повторно, и еще повторно какой-то круг проходим, а они как застряли в 80-х годах. Может им просто не надо? Им это просто может быть и не надо. Вот у них есть Nokia телефон, вот они довольны. И Nokia, айфонов у киприотов я практически не видела ни у кого, хотя айфоны продаются. И дочке мы там купили айфон, седьмой прекрасно, но сами по себе киприоты довольствуются. Sony Ericsson и Nokia. Nokia, наверное у них просто ценности немножко смещены в другую сторону. Какие там эти социальные сети? Не такие материальные, да? Может быть нет, социальные сети, да, может быть не такие материальные. То есть они не гонятся, они не хотят быть в информационном плане продвинутыми, что они знают вперед, чем кто-либо, да, первые какую-то информацию воспринимают. У них этого нет. То есть вот я как вот сказала, на самом деле в мае такое, вдруг такая ассоциация, что они где-то там, где-то мы уже это прожили сто лет назад. Ну не сто, но по крайней мере 30 лет-то точно как прошло, как мы с этими вот столкнулись моментами, которые для меня вдруг оказались, господи, как так? Я ведь даже обращать на это не буду внимания. А они обращают громадное внимание, потому что для них это новое, а для меня это уже даже забытое. Понимаешь, как время-то оказывается. Ну, может быть в этом и есть какой-то особенный такой шарм Кипра. Ну, да, может быть. Какая-то своя такая специальная черточка. Может быть, да. Мы хотим сказать огромное спасибо Центру дизайна Мельница за предоставленную лофт-площадку. Да, спасибо большое.